Добрый день уважаемые коллеги и пользователи ENSYS. Я специалист по направлению механика деформированного твердого тела компании Котвем Украина Денис Ткаченко. На этот раз я подготовил видео о возможностях ENSYS в сфере работы с композитными или слоистыми материалами. Композитный материал или композит многокомпонентные материалы состоящие как правило из пластичной основы матрицы армированной наполнителями обладающими высокой прочностью жесткостью и так далее. Сочетание разнородных веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкций при сохранении или улучшении ее механических характеристик. Поэтому в наше время растет тенденция использования композитных материалов в продукции авиакосмической, автомобильной и судостроительной промышленностей. На следующих слайдах представлены примеры реальных конструкций и деталей, которые выполнены из композитов. А в анализе их работоспособности, т.е. в оценке прочности, динамических характеристик и определении запасов устойчивости и т.п. на помощь инженеру ENSYS предоставляет свой особый уникальный модуль ENSYS Composite Prepost. На первых слайдах представлено несколько результатов расчета силовой конструкции и мачты, которые выполнены из композиционных материалов. Здесь перед инженерами была поставлена задача, как отыскать оптимальную форму и размещение ее конструктивных элементов, так и выбрать оптимальную структуру композита, исходя из оценок критериев разрушения. На следующем слайде показано, что весь производственный процесс, от создания самого композитного материала до его применения в производстве высокопрочных и легких конструкций, может быть проанализировано средствами ENSYS. Если говорить об анализе деталей из композита, то исходным данным для расчета является ее геометрия. Затем строится ее аналитическая модель, либо оболочечная, либо твердотельная, выполняется создание структуры композита, его укладка по детали и выполняется необходимый тип расчета, после чего доступно просматривать не только глобальное напряженно-деформированное состояние деталей или сборки, но и НДС каждого слоя, а также вычислить желаемые критерии разрушения. Пролистываемые слайды являются подтверждением сказанного. Отмечу, что использовать композитные материалы можно не только при использовании блок-схемы Structural Analysis, но и решать связанные задачи, использовать другие типы блок-схем, например, решать задачи аэропругости и теплопередачи, проводить оптимизацию конструкции по требуемым условиям с помощью Design Explorer, как в данном случае выполнено для консоли крыла с целью повышения ее динамических характеристик. Давайте далее перейдем в ANSYS Workbench. Найдем блок-схемы ANSYS Composite Pre-Post, которые являются настройками для ANSYS Workbench и интегрированы со стандартными схемами анализа. Весь процесс решения любой из задач механики, решаемой с использованием композиционных материалов, может быть представлен в трехэтапном виде. Первый этап, то есть создание геометрии структуры композита и укладка композита или драпировка по модели выполняется в модуле ACP Pre. Также здесь в привычном окне ANSYS Mechanical после двойного клика по ячейке Mesh должна быть создана конечная элементная сетка на модели до моделирования самого композита. Начнем с того, что создадим в SpaceClam Design Modeler простую тестовую модель, пусть это будет прямоугольная пластина. При этом толщину не обязательно указывать, так как она будет соответствовать толщине нашего сэндвича. Здесь в разделе Mesh создадим регулярно конечную элементную сетку с использованием четырехузлового элемента. Сгенерируем ее для передачи в дальнейший расчет. Далее возвращаемся в окно проектов. Теперь нам необходимо определить материалы структурных компонент композита, например, волокон и наполнителя или матричного и армирующего материалов. Для этого можно обратиться к библиотечным данным ANSYS или определить свой пользовательский материал, перейдя в окно Engineering Data. Обратите внимание, что при установке с ANSYS модуля ACP в библиотеку материалов будет добавлен новый раздел Composite Materials. Для нашего теста я выберу только два материала Epoxy Carbon и Resin Polyester. Как видно, для этих материалов установлены такие характерные свойства, как упругие характеристики константы критериев разрушения, пределы прочности, критические деформации и тип слоя. Подобные характеристики также необходимо определять при создании пользовательского материала. Напомню также, что для определения свойств составляющих композит материалов или отдельных его структур слоев, у ANSYS есть свое решение модуль Material Designer, который легко соединяется с модулем ACP Pre. Перед тем, как продолжить работу по созданию композита, предлагаю сразу организовать простой шаблон прочностного расчета с последующим анализом межслойного поведения композита. Таким образом, на втором этапе моделирования нам необходимо связать блок ACP Pre с блоком Structural Analysis путем соединения ячеек ACP Pre Setup с ячейкой Model Structural Analysis. В момент соединения ячеек, программа попросит выбрать, в какой постановке будет решаться задача. В двумерной Transfer Shell Composite Data деталь представляется оболоченными элементами или в трехмерной Transfer Solid Composite Data используются Solid элементы. По третьим этапам расчета подразумевается постобработка результатов решения поставленной прочностной задачи. Для его реализации чаще всего вам понадобится использовать специальный модуль ACP Post. Первые три ячейки модуля ACP Post обязательно связываются с одноименными ячейками ACP Pre, а в ячейку Results передаются данные и решения с ячейки Solution блока Structural Analysis. Подробнее о работе в ACP Post чуть позже. На этом можно считать, что основная схема решения прочностной задачи с учетом того, что модель изготовлена из композиционного материала настроена. Далее переходим к созданию самого композита и его выкладки по геометрии модели. Двойным щелчком по ячейке сетап открываю новое окно приложения ACP Pre. Всегда проверяйте систему единиц измерения в ACP при первом заходе, так как она может отличаться от выбранной вами в окне Workbench. Итак, в нашем графическом окне отображается пластина. Теперь начнем строить сам композит. Обратимся к первому разделу текущего дерева Pre. ACP различает четыре класса материалов. Класс Materials это база данных материалов в ACP, загруженная с EngineeringData, которые можно назначить элементу самого низкого уровня декомпозиции композита. Например, здесь мы можем определить материал какого-то волокна или заполнителя, клея и так далее. Класс Fabric это раздел в котором определяются параметры одного слоя композита, то есть материал слоя и его толщина. Класс StackUp используется для объединения слоев из фабрик в необжатую структуру композит. Здесь также задаются углы укладки каждого слоя относительно нулевого. Вы можете создавать один StackUp, который сразу будет соответствовать структуре вашего композита. Однако для удобства пользователя разработчиками задумывалось в этом разделе создавать несколько повторяющихся слоев композит, которые далее можно объединить в группы в последнем классе. Класс Sublaminate используется для группировки слоев, участков композита или даже целых композитов вместе. Также этот раздел можно представить некоторым подобием библиотеки часто используемых композитов. На этом этапе мы уже создали композит и его состальные части. Далее нам необходимо разложить или как называют композитчики драпировать модель. В результате этого процесса, созданным ранее конечным элементом сетки, будут назначены соответствующие физико-механические характеристики указанных вами композитов. Выкладывать композит по форме детали необходимо таким же образом, как это происходит при реальном технологическом процессе для достижения большей точности и достоверности расчет. Поэтому на следующем этапе необходимо убедиться, что в разделе Element Sets у вас содержатся все необходимые элементы, находящиеся на тех участках геометрии, которые будут выполнены из тех или иных композитов. Определенную по умолчанию выборку элементов сразу же используем для определения инструмента Rosette. Как видите, в разделе Rosette создаются координатные системы, которые используются для установки опорного направления и направления нулевого слоя композита для указанных через именованные наборы элементов. Например, создадим пользовательскую систему координат с новым справочным направлением базового слоя композита. Далее созданные элементы Rosette будем использовать при определении набора ориентированных выборок в разделе Oriented Selection Sets. В свою очередь набор ориентированных выборок также определяется с помощью именованных списков элементов раздела Element Sets. Создав свой Oriented Selection Set 1, мы установили для каждого элемента из списка Element Sets ориентацию начального слоя композиционного полотна при его укладке или расположении в модели. Кроме направления композита на поверхности деталей, в этом же окне необходимо задать ориентацию слоев композита по нормали к поверхности тела и способ обтекания или повторения композитом формы тела. Теперь вся подготовительная работа была выполнена. Завершающий этап выполняется в разделе Modeling Growth. Чтобы каждому элементу сообщить его физико-механические характеристики, основанные на свойствах материалов, компонент композита, его структуры или расположения слоев, их количество и толщины каждого слоя, возможно при этом создать и сам композит из имеющихся структур. Создадим свою группу, в ней определим произвольный композит из имеющихся слоев и шаблонных структур. Так как целью данного видео является ознакомление с процедурой построения и работы с деталями из композиционных материалов, я не задаюсь необходимостью получить реальные композиты или какие-либо другие реальные результаты. Таким образом создание композита и самой детали из слоистого материала завершается и можно переходить в привычное окно структурного прочностного анализа. Обратите внимание на то, что в дереве проекта Ensis Mechanical появится новый раздел Imported Applies, а это значит, что из модуля ACP Pre уже перешли все ранее созданные композиты в текущий прочностной расчет со своими структурами в виде слоев из раздела Modeling Groups. Для выполнения расчета жестко зафиксируем один край и приложим равномерно распределенное давление по поверхности пластины. И запустим на расчет. После успешного выполнения расчета анализ результатов может быть осуществлен как в самом Ensis Mechanical, так и в модуле ACP Post. В обоих приложениях вы сможете оценить как глобальное, так и локальное послойное напряженно-деформированное состояние конструкции. Построите пюры критериев разрушения обычными инструментами результатов, например, Equivalent Stress. Рассмотрим сначала стандартные шаги работы с результатами в Ensis Mechanical. Для этого необходимо в раздел Solution добавить папку результатов Composite Feller Tools, в которую добавляются ветки результатов Inverse Reverse Factor, коэффициент обратного запаса, рассчитываемый по выбранным критериям с учетом заданных весовых коэффициентов, коэффициент безопасности Safety Factor и Safety Merging, коэффициент запаса прочности, или папку Composite Sampling Point Tool для поточечной оценки напряженно-деформированного состояния конструкции. После настройки и вычисления желаемого результата, в графическом окне будет отображена, например, эпюра коэффициентов запаса по каждому элементу, и если какой-либо из критериев был превышен, как в нашем случае везде, он будет отображен подписью на элементе. В основном для широкого класса задач возможности Ensis Mechanical будет достаточно. Однако, например, при решении параметрических задач, задач с переменными свойствами материалов, компонент композита, при трехмерном моделировании или в иных других случаях, вам придется обратиться к специальному модулю ACP Post. Поэтому не помешает разобраться и с основными шагами работы над результатами в этом модуле. Для того, чтобы просмотреть результаты и вывести подобные эпюры тех же критериев разрушения по модели, вам необходимо сначала убедиться, определено ли в разделе Solution дерево ACP Post расположение файла результатов прочностного расчета. В нашем случае был создан по умолчанию объект Solution 1 с необходимыми ссылками. После этого необходимо определить в разделе Definition, с какими критериями разрушения мы хотим работать, задать константы в их условиях и нажав Apply, в этом разделе появится объект файла Criteria 1. Теперь вернемся к объекту Solution 1. Нажав правой клавишей по нему, выберем Create Failer Prod и укажем только что созданы критерии разрушения в поле файла Criteria Definition. После нажатия кнопки Обновить и выбрав необходимый слой, вы увидите знакомую эпюр. Создав в разделе Sampling Points привязку к какой-нибудь точке на теле, вы сможете просмотреть в этом месте данные о напряженно-деформированном состоянии композита, которые представляются гистограммными графиками. Вы сможете вывести поперечный срез композита в масштабе и многое другое. В качестве еще одних примеров интересных результатов моделирования с участием композитных материалов и ANSYS Workbench. На слайде представлены данные исследования расслоения и прогрессирующего межслоевого разрушения композита. В завершение хочется отметить, что модули SCP являются мощным современным инструментом по многоаспектному анализу конструкции из композитов. А при их объединении с модулями оптимизации, вы сможете проработать множество идей, создать как уникальный композит, отвечающий требованиям заказчика, так и воплотить в жизнь легкую, но прочную композитную конструкцию. На этом все. Спасибо за внимание. Посещайте наш сайт, где можно ознакомиться с курсами обучения. Заходите на YouTube канал и подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы следить за обновлениями.